Так, ну, все-таки я смотрю, как-то у нас почему-то какая-то противоестественная тенденция. Чем ближе к концу семестра, тем меньше все это народу. Странно. Обычно должно быть наоборот, но, видимо, еще не все потеряно. На прошлой лекции мы уже, как помните, начали рассматривать архитектуру поверхностную. Устройство, значит, историю операционок различных семейств, в частности, Windows NT. Но, значит, полученная обратная связь, фидбэк, показал, что, значит, многие говорят, я там назвал много-много буквок, каких-то двухбуквенных сочетаний, которые вообще было очень сложно запомнить, и что там такое, там, executive и все прочее, kernel, там, object manager, configuration manager, все это, как бы, говорят, прошло мимо. И нигде никак не отложилось. Ну, сегодня мы попробуем подойти с другой стороны, чтобы начать не с вот этой вот картинки, которую, я думаю, на самом деле достаточно тяжело сходу осмыслить. И ее, наверное, не так даже хорошо видно, вот все вот эти вот, вот то, что вот здесь вот написано, наверное, оно не очень резко видно и очень мелким шрифтом. Поэтому, вот помните, мы в прошлый раз начали, вообще говоря, с вот этого, с основных функций ядра, да? Ну, по сути своей, это, опять-таки, самое простое, это управление ресурсами. И вокруг всего вот это все крутится и крутится. Единственное, что здесь дополнительно есть, это введение уже слоя с абстракцией аппаратуры, ну, и различных вспомогательных библиотек. Все остальное, это то, о чем мы говорим с самой первой лекцией, и до сегодняшнего дня, это управление ресурсами. Вот. Вот это то, что в прошлый раз вызвало такое, скажем так, непонимание. Ну, с одной стороны, я согласен, поэтому сегодня мы это рассмотрим в несколько другом ключе. Плавно подойдем к осознанию того, как получается все вот это вот. Еще два слова об организации файловой. Ну, те, кто делает вторую лабораторную работу, а я надеюсь, такие вообще есть, кроме одного человека. Да? Это хорошо. Вот в прошлый раз вроде бы Милена, вот, по-моему, здесь сидящая, обещалась что-то сделать. Ну, пока что-то, да, как правило, отсутствие людей близко свидетельствует о том, что пока что они еще не собираются продвигать учебный процесс и его выполнение. Так вот, прежде чем мы сейчас пойдем в то, что дальнейшее обсуждение того, как организована архитектура ядра NT-подобных систем, стоит пару слов сказать о том, как организованы непосредственно файлы. Да, вот наглядный пример, значит, человек хочет перевыполнить учебный план. Спасибо. Так вот, само ядро располагается в файле с названием, которое недвусмысленно намекает. Это int.oskernel.exe. Ну, и exe, понятное дело, расширение известного формата файлов. Но, так как в операционке NT изначально поддерживалась как бы модульность TO, ну, в рамках формата, конечно, PE, portable, exe, это вот, TO, слой абстракции аппаратного обеспечения располагается в отдельном файле, ну, с таким вот названием Hardware Abstraction Layer. По-русски его часто называют HAL. Хотя это и неправильно, это вообще HAL, но очень удобно сказать, что это HAL. Вот. А Native API и системные вызовы, помните, вот мы говорили там, системные вызовы, они обычно там располагаются в какой-то библиотеке, которые там их каким-то образом инкапсулируют и представляют пользователю удобный API-интерфейс. Вот все вот это вот, о чем мы говорили, оно располагается в специальной системной библиотеке под названием int.dll.dll. Как видите, это как Baden-Baden, а зачем повторяете два раза? Ну, здесь, видимо, разработчики подумали, что хорошо будет написать и здесь делаю, и в расширении файла тоже отметить. Ну, вот двойной такой удар нанесли. Вот это что касается, вообще говоря, вот эти вот три файла составляют собой практически все ядро. Остальные файлы являются уже подключаемыми модулями ядра, то есть драйверами, которые загружаются, ну, соответственно, уже по необходимости. В чем смысл? Без вот этих трех файлов вообще ничего работать не может, так как, соответственно, работать будет нечем. Ну, а подключаемые файлы, они уже могут называться как угодно. Вот во второй лабораторной вы делаете там свой драйвер, который имеет расширение .sys, и каким-то образом он там у вас загружается, подключается и все прочее. Ну, вот это именно тот случай, когда это подключаемый модуль ядра, то есть расширение самого ядра за счет вот таких вот дополнительных модулей. Заметьте, что, ну, как и в современном Linux, не обязательно перекомпилировать ядро, чтобы включить туда тот или иной модуль. Но, в отличие от Linux, нельзя модули ядра, ну, по крайней мере, без серьезного изменения системы, например, в ReactOS, где у нас открытые исходные коды, нельзя модули ядра вкомпилировать само же ядро. То есть если в Linux есть выбор, допустим, как мы используем этот загружаемый модуль ядра, в виде там, если не ошибаюсь, shared object file of SO, либо они вкомпилируются в само ядро. То здесь у нас исключительно сорганизовано так, что они всегда загружаемые, то есть мы не можем их там вкомпилировать, сам вот этот вот NTOS-кернел и сказать, что вот оно у нас будет такой огромный, содержать в себе все драйвера. Так вот, но несмотря на то, что вот это вот минимально необходимый, как бы, набор файлов для ядра, но для самой операционной системы он далеко не недостаточный. Поэтому необходим еще ряд целых дополнительных менеджеров подсистем и всего-всего-всего прочего для того, чтобы реализовать вот эту вот столь сложную здесь показанную архитектуру, для того, чтобы подсистемные окружения работали, для того, чтобы вот это вот все было, для того, чтобы все это каким-то образом работало. Поэтому некоторые другие файлы, некоторые другие файлы также являются необходимыми. Ну, в некотором роде я их здесь представил как бы в порядке загрузки, но это не совсем так, но тем не менее, то, что есть вот менеджер сессии, процесс, который управляет аутентификацией пользователя, то есть лагоном там, далее процесс управления службами, вот это все, когда вы откроете свой таск-менеджер в Windows или в ReactOS, то увидите вот эти вот все такие вот на SS заканчивающиеся процессы, то это все вот это вот. Но здесь есть еще несколько, ну не несколько, а точнее два файла, на которые я хотел бы обратить внимание. Один из них это также драйвер, также это подключаемый модуль ядра, но он реализует ту часть подсистемы окружения Windows, которая WinAPI, которая работает в режиме ядра. То есть это оконный менеджер и графическая подсистема. Вот это так называемая win32k.sys. Если сравнивать с Linux, то, насколько я помню, оконная подсистема там реализуется в пользовательском режиме. Я правда, да? Поэтому здесь есть такие многие дебаты, где это стоит делать, насколько это безопасно. И на самом деле я больше склоняюсь к тому, что помещение всей вот этой оконной подсистемы в режиме ядра все-таки было не совсем правильным решением, и вот, допустим, в рамках реакции я же это несколько исправил, переместив большую часть, в экспериментальной ветке, переместив большую часть оконного менеджера в режим пользователя. Ну, это вот как бы просто такое отвлечение, чтобы вы знали на предмет практического применения вообще вот этого вот всего. Вот. И еще осталось три файла, которые динамические библиотеки, которые вы тоже, наверное, неоднократно видели. Это Kernel32, User32 и GDI32. Это три ключевых библиотеки, которые реализуют пользовательскую часть подсистемы окружения Windows. Мы ее еще потом немножечко совсем коснемся сегодня, но это просто в двух словах, чтобы, когда вы просматриваете, но это больше, конечно, если там залезть в директорию Windows System32 какой-нибудь современной версии Windows, то там такое море файлов, что найти там вот это вот, это достаточно сложно. Это больше для того, чтобы, когда вы смотрите в менеджер-процессов, то понимать, что там такое вообще говоря есть. Ну, а в Reactase, конечно, тоже это удобно, потому что там файлов намного меньше, и там все вот это вот наглядно видно. Так вот, Вера... Вопрос. А вот почему 32? В 64-разрядных Windows там тоже 32? Да, потому что какой-то не очень дальновидный человек подумал, что, видимо, 32 бит хватит надолго, а давайте-ка мы назовем нашу подсистему окружения Win32API даже так называлось. Сейчас Microsoft усиленно это 32 выкинул, потому что когда-то 32 было модное, потому что это был переход с 16 бит на 32, то есть везде, как бы так условно говоря, как сейчас некоторые новомодные там термины, не будем говорить, а тогда было модно, значит, 32 добавить. И вот с тех пор они вот это 32 добавили везде. И сейчас, когда у нас 64-битный компьютер, когда там работает, соответственно, 64-битный Windows, и, соответственно, WinAPI такое же, но все равно вот эти вот названия, они остались как пережиток прошлого и старого. Но не суть важна. Так вот, мы сейчас все-таки вернемся к ядру и посмотрим на более простую схему, чем, так сказать, вот согласитесь, чем просматривать вот это вот, да, это так, в общем слишком. Посмотрим на вот это. Значит, здесь все достаточно просто, как мне кажется. Здесь даже больше в области пользователя. Почему-то здесь не видно совершенно на втором мониторе. Вот здесь должно быть написано режим пользователя, а здесь режим ядра. Я, будьте здоровы, не понимаю, как это... А было как-то... Может, как это может интересное дело произойти, вот интересное дело. Сейчас мы попробуем. Переключи назад и вперед. Вот он нарисовался. Вот, 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 вот. Это гениальный переход, который в моей любимой системе PowerPoint ни с того ни с сего почему-то включился. Ну ладно, пусть будет. Так вот, само ядро, вместо того, чтобы сейчас представлять его каким-то там накрученным, там, с объектными менеджерами, там, с менеджерами памяти или еще что-то, представим его в виде трех слоев, пока что. Условно говоря, трех слоев. То есть, ну, если честно, проще некуда. То есть, вот здесь вот у нас аппаратное обеспечение. Я его не нарисовал, потому что это все-таки ядро, не компьютер. Аппаратное обеспечение. Там у нас программа, вот они, приложения пользователя. А здесь вот какая-то штука. Так вот, три слоя в ядре. Основа, так сказать, основа основ. Сам внизу, между аппаратным обеспечением и всем, что располагается выше, есть слой абстракции аппаратного обеспечения. Вообще говоря, зачем он нужен? Ядро должно обладать некоторыми свойствами, которые мы здесь напишем. Потом, где-то должны быть. Но, тем не менее, оно должно по максимуму быть переносимым, потому что аппаратное обеспечение может меняться. И каждый раз менять код ядра не хотелось бы. Хотелось бы сделать что-то универсальную часть и часть специфичную для оборудования, которая была бы небольшой, которая была бы относительно легко менять и которая бы предоставляла уже унифицированный интерфейс, ядру и драйвера. Вот это и решили сделать, запроектировав вот этот вот hardware abstraction layer. На самом деле, это было необходимостью в то время, когда проектировался сам Windows. Дело в том, что в то время еще не было, вот как сейчас, но оно на самом деле и сейчас не очень понятно, если честно говоря, какой будет доминирующая аппаратная платформа через год, через 5 лет, через 10 лет. Операционка должна все-таки смотреть в будущее и ориентироваться и на текущее аппаратное распрещение, и на будущее. Так вот, тогда не было это ясно. Что будет потом? То есть будет ли это x86, будет ли это x64, или это сейчас, можно сказать, будет ли это ARM, который тоже благодаря вот этому вот свойству переносимости и удалось выпустить Windows, забыл даже, как оно называется, RT, который работает на планшетах Microsoft Surface, который работает под управлением процессора ARM. все это вот исходит из того, что они запроектировали сразу переносимое, так называемое, портабельное ядро. И все это благодаря слою абстракции аппаратного обеспечения. Так вот, на нем, на этом слое абстракции стоят две следующих части ядра. Во-первых, ну, самое простое это драйвера. Это драйвера устройств, как правило, поэтому они, естественно, работают вот с самой аппаратурой через халл и предоставляют выше какие-то свои сервисы. Ну, допустим, драйвера устройств, это там, сами понимаете, да, это драйвера устройств ввода-вывода, взаимодействие человека с машиной, там, это мышь, клавиатура, там, пятая-десятая, диск, сеть, ну и все-все-все. То есть вот это вот то, через что вообще говоря, как бы идет взаимодействие. Далее, самое интересное, что здесь есть, это вот эти две части, kernel и executive. Почему ядро NT называют микроядерным иногда или гибридным? Вот, ну, я сейчас расскажу, а то я вам все на этом одном слайде показываю, потом проверим. Так вот, здесь вот есть часть, которая называется kernel, и есть и executive. В прошлый раз я уже об этом говорил. Это то же самое, мы просто заходим с другого конца, чтобы более понятно осознать вот эту мысль. Так вот, прежде чем мы сейчас перейдем к следующим слайдам. Нужно здесь сделать акцент, что вот эта вот часть, называемая kernel, да, я уже в прошлый раз говорил, это не то, это не ядро вообще. Это вот конкретно ядро, ядро, NT-US состоит из вот таких вот блоков, да, условно говоря. Вот kernel и executive. А дальше мы сейчас посмотрим, что в них делается. Вот эту часть пока что, пока не комментируем, пока мы просто говорим про ядро, как про самую основу и наиболее интересную вещь. Так вот, какие были ключевые принципы? В прошлый раз мы уже об этом несколько упоминали, поэтому просто, чтобы освежить ваши знания. Значит, во-первых, это принцип подсистемы окружения, чтобы программы пользователя не использовали сервисы операционной системы напрямую. То есть даже, когда вы запускаете любое там приложение под Windows, оно никогда не использует ядро напрямую, оно использует его через подсистему окружения Windows, то есть то самое WinAPI. но это не, это опять-таки, это не родная, скажем так, это не вызов ядра напрямую. Как бы это ни хотелось так думать. Так вот, весь смысл в том, что библиотека подсистемы должна неким образом транслировать документированную API-функцию в вызов функции операционной системы, которая, вообще говоря, не документирована, как правило, ну, скажем так, ну, в некоторых, конечно, границах. И за счет этого, зачем вот это все сделано? за счет этого можно вот эти функции операционной системы менять так, как того требует сегодняшний, скажем так, день. Но при этом оставлять обратную совместимость с всеми теми приложениями, которые уже разработаны под операционную. За счет того, что есть уже документированная API, которая обязана работать. а вот как оно вот это вот транслирует, это уже его собственные проблемы. Вначале, помните, я уже вам это все говорил, было три подсистемы окружения. Был Windows, POSIX и OS2. Значит, Windows 2000 выкинули OS2, а Windows XP выкинули POSIX. И благополучно про все это потом забыли. А сейчас вот видимо у них возникло желание выкинуть Windows, но это сделать было сложно, поэтому они поняли, что метров все-таки круто, но все-таки Windows остается. Теперь опять вернемся к вот этой вот нашей картиночке. Опять напомним вот это вот. Надеюсь, так сказать, зрительной памяти у вас есть, и вы как-то это запоминаете. Так вот, говоря про вот этот Executive и Kernel. Что такое Kernel? Это самые низкоуровневые функции операционной системы. То есть планирование потоков, обработка прерываний, мультипроцессорная синхронизация и опять-таки примитива синхронизации. Самые-самые-самые основные. А вот Executive, который стоит выше уже, реализует основные сервисы операционной системы. Основные. Управление памятью, управление процессами, безопасность, ввод-вывод, межпроцессные взаимодействия. Все вот это вот и есть Executive. Ну, про HAL я уже рассказал. Оставшиеся компоненты это драйвера устройств, как сами понимаете. Они будут реальные, это работа с опературой, и виртуальные устройства. Например, сетевой стек содержит различные виртуальные устройства. графический интерфейс это понятно, реализация оконной системы. Так вот, самый интересный вопрос. Ему почему-то Microsoft уделяла много внимания когда-то давно, когда был модный термин микроядро. Но в классическом понимании сами понимаете, что ядро Windows это далеко не микроядро. Почему? Потому что нет защиты между компонентами операционной системы. Они не работают в изолированных адресах пространствах, они не работают в другом режиме, они работают все равно в режиме ядра. Но какая причина всего этого? Причина производительности, как мы уже об этом микроядром. Как пишет Microsoft. Это цитата из их книжечки Windows Internals, насколько я помню. Я не совсем с этим согласен, потому что к примеру коммерчески успешных микроядер есть, это тот же QNX, затем некоторые микроядерные технологии применены в столь любимой вами OS X от компании Apple, который почему-то буквально у всех есть, к моему удивлению, хотя у нас сколько разработчиков, даже самый низкий приоритет был поддержки сборки под Apple-системой, потому что немного людей. Что вы говорите? нет. Нет, я понимаю, но это же все-таки люди, которые, во-первых, работают в веб-технологиях, а в этом случае им не важно все те функции, которые предоставляют другие операционные системы. Им важно, чтобы все это работало и каким-то образом функционировало. С таким же успехом можно сказать, что можно зайти в компанию, занимающуюся видео обработкой, даже видео, или серьезной графикой веб-дизайном и увидеть, что там одним майки 100%. интервью. я вот и говорил, потому что я все-таки предполагал, что студенческая общественность пользуется PC-совместимыми компьютерами, но, видимо, я отстал от реалий сегодняшних студентов. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, к микроядру. В чем здесь весь интерес? почему его называют гибридным, как я уже вам многократно рассказывал? Дело в том, что, ну, во-первых, есть подсистема, так называемая персональность, подсистема окружения. Вот о чем я вам говорил, это Windows, OS X, OS 2. Они работают в собственных адресных пространствах. То есть это уже есть некий посыл в сторону микроядра. Второе. Компоненты ядра, они архитектурно изолированы. То есть, если мы скажем, допустим, у нас есть менеджер памяти, то он, вот в его внутренней структуре на самом деле никто не лезет извне. Все пользуются только исключительно тем API, которые предоставляет этот memory manager. То же самое там управление процессами, управление потоками, управление конфигурацией. все они архитектурно изолированы. А вот если мы теперь посмотрим на вот эту картинку, то на самом деле вот здесь вот вот это вот кернел и есть то самое микроядро, которое по идее можно было бы, если бы вот этот executive вынести в режим пользователя, разбить его на отдельные процессы, то у нас бы здесь осталась исключительно вот эта вот часть. И тогда это было бы классическое микроядро. Но из-за опять-таки причин производительности вот этот executive его не стали выдвигать в режим пользователя и разбивать на отдельные процессики. Его вот так вот весь скомпилировали, поместили в кернел мод, но архитектурно вот это все осталось. И вот именно поэтому мы во-первых говорим, что она как бы гибридная, и во-вторых уделяем вот этому столь много внимания, потому что вот это достаточно интересным образом все сделано. далее про переносимость, портируемость и все проще. Я уже про это сейчас упоминал. Сами понимаете, что код на языке высокого уровня, там C, C++, он переносим. Код на ассемблере он на другую архитектуру переносится с трудом. То есть не с трудом, нужно приложить какие-то усилия и переписать его. Так вот, в ядре операционной системы Windows ну конечно там есть небольшие включения на ассемблере, они постарались сосредоточить их внутри слой абстракции аппаратного обеспечения HAL. Но тем не менее, по словам если почитать разработчиков, то в самом ядре Windows все-таки не удалось это полностью как бы переместить и разбить и исключить оттуда ассемблерные ставки. Ну вот с этой стороны мы в React постарались более пойти дальнейшим путем, ну потому что на самом деле команде разработчиков ядра Windows при том, что у них последние наверное 20 лет единственной платформой является X86 совместимый компьютер, то им в принципе не стояла такой задачи особенно дальше заморачиваться над дальнейшим повышением переносимости ядра Windows и там все как бы это оставалось. Мы в свою очередь решили пойти чуть дальше и по возможности заменить весь все ассемблерные вставки, которые только могут потребоваться на язык C. но это просто как пример того, что как сделать ядро более переносимым. тем не менее конечно основы заложили вот именно Microsoft это выделив платформу зависимую часть в отдельный модуль. С этим я так понимаю то есть вот этим все понятно что как основы есть какие вопросы по вот этой вот части потому что прежде чем мы перейдем к более рассмотрению других индивидуальных особенностей вот с вот этим есть какие-то вопросы ну если вопросов нету единственное замечание вот все те которые мы в прошлый раз рассматривали Object Manager Memory Manager Security Reference Monitor помните вот эту табличку которую я вначале показывал вот эта табличка это вся она вот в этом вот executive и содержится здесь он так вот объединен хорошо тогда переходим дальше значит в прошлый раз мы уже немножко коснулись объектов и хендлов там подискусировали как и что сейчас немножко напомним и более понятно это все уясним значит помимо вот этого подхода который я только что там рассказал про ядро была положена еще такая такой ключевой принцип при проектировании архитектуры это спроектировать ядро с помощью объектно ориентированного подхода значит заметим что в с 89 по 92 год тогда еще не было на самом деле ну возможно он был я не помню точные даты но по крайней мере реального использования языка си плюс плюс еще не было поэтому объектно ориентированный подход он не подразумевал собой проектирование ядра там на языке си плюс плюс допустим да оно спроектировано на языке си но тем не менее объектно ориентированный подход там полностью имеется что это такое что это имеется ввиду любой ресурс системы представляется от некий объект но при том не любой ресурс просто абстрактный какой-то там какая структура данных допустим там внутренняя нет это любой ресурс который разделить должен разделяться которым может быть доступ от нескольких процессов все ключевое собственно говоря ключевая мысль если это ресурс внутренний локальный скажем так в рамках одного процесса то выделять его в объект на самом деле не имеет какого-то большого смысла а примеры я припас примеры вот сейчас когда мы более-менее разберемся вот этими лекциями там в конце я наглядно покажу это там дерево объектов как она вот выглядит конкретно этом ноутбуке мы уже посмотрим но сейчас пока подойдем к ним так так вот вообще зачем все это было сделано зачем вот этот объект а там и что-то еще вот у нас есть там несколько типов каких-то ресурсов условно говоря в будущем могут добавиться другие ресурсы в систему так вот чтобы это унифицировать и каждый раз не переписывать ядро для того чтобы там как допустим если бы это было у нас с файлом да то мы бы там жестко сказали вот у нас есть файл запускаемый а есть файл там с текстной информации а нам бы нужно было добавить там файл базы данных и нам пришлось всю весь драйвер файловой системы переписывать чтобы добавить туда еще один тип файла сами понимаете а это абсурдно и никто так делать не будет поэтому здесь сделали тоже просто сделали унифицированную такую форму значит унифицированная форма чего это во первых именование этих объектов совместного использования ну и скажем так учета вот что такое учет это я сейчас раскрою отдельно и мало того что это как бы используется в системе сама вот это вот и экзекватив сам вот этот набор вот этих вот компонент он тоже использует все эти кто посмел здесь пиво почему-то вот именно сейчас вот в 13 часов 0 1 минуту и там 50 чем-то секунд источник бесперебойного питания решил что его батареи пришел полный конец ну ладно сергей и речь придет скачет а то знаете в свете последних событий в америке хоть это и не смешно но тем не менее так вот продолжая про менеджер объектов под вот этот звук этого камертона не на кошмар был выключен я боюсь тогда выключится вообще все и это будет еще хуже так хотя бы вам что-то видно ноутбук-то переживет так вот менеджер объектов как я уже говорил на самом деле о он понял что со мной лучше не спорить так вот менеджер объект это часть того сам той самой исполнительной подсистемы то есть экзеквитив почему я так вот люблю каждый раз указывать вот эти вот двухбуквенные символы на самом деле вот это двухбуквенное сокращение она настолько настолько популярны настолько естественно когда мы говорим о различных вот этих вот модулях и подсистемах ядра ну их всего там штук не помню там штук 10 что ли но они вполне логичные то есть сами понимаете обжект менеджер и он сокращается в обе хотя странно причем не в полем но тем не менее тоже на совесть разработчиков microsoft а то запомнить это несложно и очень удобно когда мы говорим о взаимосвязи всех этих модулей о том как они друг друга вызывают каким api пользуются то вот их набор их функций он имеет префиксы именно вот эти вот то есть там обе create object функция языка си обе create object допустим то сразу понятно она относится к модулю менеджер объектов и соответственно выполняет какую-то функцию поэтому я вот столь акцентирую внимание на этих двухбуквенных сокращениях так сказать осилить и понять их и запомнить на самом деле точно легко если вы понимаете суть того что они делают ну так вот вернемся к нашему менеджер объект мы сегодня кроме на самом деле менеджер объектов никаких других частей и экзекватив рассматривать не будем чтобы хоть как-то скажем так сконцентрироваться на нем как я уже сказал он управляет ресурсами был вопросом какими допустим это физически файл на диске допустим это директории файловой системы нет чуть два раза написано вот она тут ни к чему на самом деле это должно быть один раз а то иначе это вот получается что-то непонятное здесь фэйл какой-то они файл вот вот таким вот образом это все должно быть значит это могут быть элементы реестра то есть мен то есть хранилище конфигурации и даже объектом является процесс поток это все тоже также объекта которым можно некоторым образом управлять и это по сути свои тоже ресурсы вычислительны есть некоторые некоторые набор стандартных операций над этими объектами то есть ну очевидно да там создание удаления есть средства защиты доступа то есть при создании или затеяли в будущем можно указать кто имеет право доступ к этого объекта кто не имеет ну и самое еще основное важно это подсчет ссылок сами понимаете это reference counting такой термин англоязычный русскоязычный перевод подсчет ссылок на самом деле я бы не сказал что мне очень нравится но он суть свою до отражает вот сейчас и поясню что такой подсчет ссылок значит при создании или так называемым открытие объекта создается ссылка на него эта ссылка называется как вы уже помните хэндло еще есть я совсем забыл в прошлый раз значит в русскоязычной литературе любят называть это описателем объекта то есть но это вообще это это художественный перевод как бы чего он описывает ну видимо так наверное может быть каким-то образом удобнее понимать этот хэндл но если вот встретите где там в книжке про винду написано что там получил описатель объекта то этот как раз тот случай о чем я говорю это они имеют выходу так вот в прошлый раз мы уже в некотором роде коснулись того как работают эти хэндлы но здесь важно что хэндлы ассоциированы с процессом но это не значит что вот если там хэндл у одного процесса то другие им никак вообще не смогут воспользоваться весь смысл в том что эти хэндлы могут и передаваться от одного процесса другому механизм такой есть иначе толку от них не было потому что объектам нужно пользоваться из разных процессов это разделяем ресурс и было бы удобно еще и передавать эти хэндлы вот значит по иерархии объектов есть два так называемых больших я их назову два больших класса объект значит первый класс объекта это вот язык ведь их они используются пользовательскими приложениями и компонентами самого самой исполнительной подсистемы языка то есть такие общие нормальные вот объект их большинство вот этих объектов класса экзекватив их системе большинство но есть еще так называемые объекты класс кирну они представляют собой как правило базовые ресурсы это там физические устройства это примитивая синхронизация и тому подобное в чем их отличие они могут использоваться только самим ядром режиме ядра то есть они никогда не переходят через переход режим ядра тире режим пользователя они служат вот исключительно для работы самого ядра с ними более никто не может работать далее есть так называемые типы объектов это тоже динамически динамически формированные типы но вот такие вот типа они уже есть в системе при желании потом можно создать и свой тип объектов системе используя api функции ядра но вот эти вот типа они уже предопределены список довольно большой просто для понимания но тут нет ничего сложного это там допустим там тип объекта до процесс и по объект поток ну очевиднее некуда вниз что может быть вот я тут выписал там допустим тип объекта job что это такое это множество процессов это как соответственно понимаете тип объекта процесс это на самом деле множество потоков там плюс виртуальное адресное пространство плюс управляющая информация вот ну там еще есть типа файл типы объекта файл там отображаемый файл там потом access токен права доступа примитивы синхронизации вот здесь там и венты симафор ну достаточно высокого уровня таймер там ключи реестра еще есть такие понятия из подсистемы windows как десктоп логический дисплей так называемый там рабочим столом и есть еще репозитории для других объектов это клипборд windows station и вот еще из этого на самом деле всего самое интересное это символьная ссылка эта ссылка на другие объекты она достаточно активно используется теперь собственно говоря а что такое вообще сам этот объект физически строить такой есть сам объект это вообще говоря набор каких-то данных это очевидно каких менеджер объектов в принципе без разницы как-то плохо видно а нет тут нормально это мне освещивать так вот объект в менеджер объект состоит из двух больших частей этого собственно говоря само тело о котором я только что сказал это сами данные которые интересуют уже конкретных потребителей скажем так а вот менеджер объектов добавляет свой заголовок сюда и работает с ним в этом заголовке и есть всякая полезная информация которая нужна для того чтобы организовать вот это все хранение учет именование работаю права доступа и все прочее с этим объектом начну как пример того что там хранится это имя объекта директория который он принадлежит дескриптор безопасности потом статистическая информация то сколько раз там были открыты хендлы этого объекта список процессов который имеет ссылки на этот объект опять-таки статистическое количество этих ссылок и тому подобная информация которая нужна для работы этого менеджера процесса с вот этим вот какие у вас есть вопросы о менеджер объект прежде чем мы там уже посмотрим как они там вживую организован но какие-то какие-то мысли что-то может быть непонятное есть объекты группируются внутри ну как 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 файловой системе да есть директория внутри файла значит здесь также есть какие-либо директории в которых есть куча объектов вот чтобы как-то систематизировать важно это здесь вообще ключевое слово это иерархия то есть это все так же как и файловой системы это иерархически строится вот есть директории верхнего уровня как файловой системе root а в нем уже там уже свои есть ветви мы их сейчас посмотрим ну то есть я так понимаю никаких вопросов нету да замечательно тогда еще скажем пару слов про подсистему windows я уже говорил что там она условно говоря состоит из процесс процесса подсистема окружения это кс-рсс который управляет консольными приложениями и реализует вспомогательные функции и еще большая часть вот в драйвере режиме и драйвере interest 2 кассис трогали вначале говорил там оконный менеджер обработка ввода с клавиатуры обмен сообщением между окнами и естественно графическая подсистема ну и та часть которая в режиме пользователей это динамические библиотеки подсистемы вот эти вот дл льки которые с 32 графические драйвера как ни странно драйвера принтеров тоже относятся к графическим драйверам ну и еще есть такой интересный факт что до версии int 4.0 на самом деле оконный менеджер графическая подсистема у них были вынесены в режим пользователя то есть что я начал говорить вот они были на самом деле частью процесса подсистемы windows вот такая была у них интересная мысль но в силу того что тогда компьютеры были достаточно слабенький сравнение с сегодняшним это от этого было решено отказаться теперь перейдем такой интересной теме как собственно говоря вот о том о чем этом рассказал там хотя бы менеджер объектов да а еще есть там менеджер процессов менеджер памяти как вот во всем этом так сказать покопаться чтобы увидеть какие-то как эти внутренности все работают ну windows уже существует достаточно давно и в отличие от unix подобных систем где как правило все утилиты которые для того чтобы копаться внутри систем они уже идут сразу с системой то здесь нужно их отдельно скачать вот но их они все-таки есть ну во первых там сам микрософт кое-что выпускал когда-то но более всего интересно это была такая компания сис интернлс ее основал марк руссинович он который автор соавтор книжек windows internals и все же все прочее ну есть еще ряд утилит от сторонних разработчиков это всякие там аналоги task manager процесс explorer и все прочее если на source ford поищите то там их на самом деле более чем достаточно последний из тех кто с нами работал это делали какой-то клон процесс explorer достаточно неплохо работающий вот сейчас мы некоторые из этих утилит посмотрим скажем так в действии посмотрим как они что показывают вот вот по этому адресу нет где он тут адрес а а потом когда вам слайды перешли вы его скопируете вот эту по нему можно скачать целый набор программ который позволяет вот заглянуть в во внутреннее устройство винды и посмотреть как и что там сделано в том плане что например для пользователей как правило почему-то часто скрыто вот как такой такой простой пример да допустим вот в линуксе очень естественно пользоваться символьными ссылками файловой системе если кто работал то написать ln минус с и поставить символьную ссылку вообще без этого говоря даже иногда сложно что-то сделать особенно если там конфигурировать какие-нибудь там сервера работающие или что-либо еще то ссылочку на например регуляционный файл разместить куда-нибудь это вообще просто естественно в свою очередь под виндой почему-то по моему даже до сих пор нету механизма который позволял бы пользователю легко также легко это сделать как это делается ну конечно в линуксе это не так легко делать надо написать в командной строке строчку но тем не менее под виндой в принципе если в таком варианте то по моему даже вот там в семерке восьмерке это сделать нельзя хотя сама файловая система и драйвер файловой системы прекрасно поддерживает эти символьные ссылки поэтому одна из программ которую руссинович давным-давно сделал называется джанкшин она работает абсолютно так же как тот самый ln минус с под линуксом делать символьные ссылки вот такой пример допустим в остальном остальные программы которые я вот здесь показал они более затрагивают мониторинг то есть покопаться посмотреть как и что там внутри сделанные расположены но это без изменений это исключительно мониторинг того как работает система вот пройдя по этим программ там их на самом деле большое множество я выделил вот некоторые которые могут быть интересны но остальные там можете посмотреть сами там достаточно уже в дебри влезать вот вот начиная с 1 до программа авторанс она просто супер популярна скажем так почему потому что она производит анализ системы и показывает полный список программ которые автоматически запускаются при загрузке систем значит очевидно зачем ее пользу это поиск всяких программ вредоносного содержания вирусы рутки ты трояны все что можно словить на просторах нашей нашего необъятного интернета она все маскируется тем или иным образом чтобы загружаться при старте системы благодаря стараниям программистов microsoft они сделали около наверное ну скажем так на 20 различных мест откуда может быть произведена автоматическая загрузка программ в реестре в интернет-браузере в проводнике куда только они это все не напихали то есть это вот как раз тот самый пример где несмотря на всю мою любовь к продуктам компании microsoft тут я их покритикую то есть можно было как-то это сделать и более систематизировано но вот благодаря руси но еще у нас есть такая программка далее вот вы загружаете ряд в первом лабораторной работе во второй может быть и вы выводите смотрите вернее дебаглог значит журнал отладочной информации если вот так перевести на русский язык как надо но так как правило никто не называет дебаглог вполне понятно так вот руси но я сделал такую утилит дебаг view который позволяет просматривать те сообщения в режиме реального времени которые выводятся операционной системой windows в дебаглог соответственно на самой локальной машине без необходимости подключать дебаггер к ней то есть вот это вам очень удобно если вы хотите отладить вторую и третью лабораторную работу под windows то есть не каждый раз загружаться в реактор и там запускать этот драйвер можете попробовать его запустить под виндой в чем весь смысл что ваш драйвер должен соответственно быть универсальным и загружаться как под виндой так и под реактором но есть единственное только что ограничение сейчас уже у большинства стоит 64-битный windows а драйвера сами понимаете они несовместимы в бинарном виде между 64 и 32-битами далее какие еще здесь есть интересные программки мониторинга ну во первых там мониторинг всех дисковых операций диск мод тоже посмотрим там вот мы только что говорили о handle вот как раз есть программка она правда в режиме консольного приложения работает но она позволяет просмотреть все открытые процессом handle и причем процесс можно указать либо либо просто он все перечислить так вот все открытых handle ну там также можно посмотреть и список динамически загружаемых библиотек загруженных в процесс мы должно как бы дальше пригодится а вот здесь есть три таких интересных программы вот это во-первых процесс explorer он выводит очень детальную информацию о каждом процессе то есть это несколько такой на порядок улучшенный task manager затем есть процесс монитор который мониторит и показывает информацию об операциях с файловой системы реестром и процессом потоков в реальном времени и вот самое последнее это виновь это просмотр объекта федра собственно говоря о чем я тут биты и сейчас говорил а в объектно-ориентированном подходе всем прочим вот виновь позволяет это все визуализировать но еще есть такая утилитка это уже как больше к менеджер памяти о котором мы наверное поговорим как раз на следующей лекции она выводит информацию об использовании физической памяти так вот что предлагается значит по вот этому какие то вопросы есть вообще говоря по всему прежде чем мы сейчас перейдем я покажу наглядно это дерево объектов там и все еще все проще какие то вопросы есть насколько я понимаю большая часть всего этого ну в линуксе просто реализовано через прок фс да я думаю наверное в некотором роде она так и есть ну и там все вот это вот что касается дополнительных программ то они там уже как я сказал идут в комплекте поэтому там нет необходимости вот это все качать отдельно там тот же дебаг вью это демесседж который можно легко просмотреть ну хорошо работают в этом в этом весь был интересный смысл и скажем так запал сделать то чтобы они не работали но большинство из них используют документированные api поэтому они действительно как бы проблем с ними нет они как правило используют драйвер естественно который уже через режиме ядра взаимодействует с самим ядром через на этих api но тем не менее она у нас совместима поэтому тут проблем нету хорошо тогда попробуем посмотреть тот самый значит а вообще чего-нибудь видно я думаю что не очень но тем не менее так вот в некотором роде значит дерево наше иерархическое объектов выглядит вот так значит вот как пример есть корневой корневой объект вот здесь показан слышу если мы откроем его свойства то значит увидим что вот этого корневого объекта имя обратный слэш если у нас обратный backslash да обратный под тип директория ну и про это я как бы пока не упоминал про пропустим и вот статистическая информация сколько ссылок на этот объект 45 сколько хендов хендов 0 все здорово и значит дескриптор безопасности здесь его нам показывает уже в таком расшифрованном виде ну про него надо говорить конечно отдельно но так условно говоря вот мы видим там что там у системы есть право добавить объект добавить под директорию но нету прав читать писать но что здесь важно что то что тип этого объекта директория далее вот у него есть некоторые еще объекты а есть соответственно дочерние что да есть соответственно те которые еще есть другие директории которые уже соответственно иерархически получается дерево ну как 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 твоего систему до корневая директория в ней есть под директория есть файлы вот в качестве файлов это объекты а соответственно директории это те же объекты но типа директория вот сейчас попробуем тут что-нибудь посмотреть ну тут несколько конечно странно это все показывает но тем не менее сейчас попробую вот допустим значит открыли директорию объект директории девайс в нем есть под директория hard disk 0 опять-таки директория как видите 1 handle 9 reference и в этом hard disk 0 есть 5 разделов то есть в принципе это еще показал это в некотором роде аналогия с в линуксе знаете слэш дев слэш там имя раздела диска как правило который монтируется в принципе здесь практически то же самое как видите тут тут есть символьные ссылки на самом деле там девайс hard disk volume 1 просто несколько другое именование и конечно же майкрософтовские случаи в другую сторону но они видимо не могли договориться чтобы у них там в юниксе и винде были случаи в одну сторону вот такая разница суть сути дела не меняет это те же самые объекты дальше какие еще есть примеры этих объектов вот допустим здесь есть все драйвера каждый драйвер вот соответственно у нас тут объект в любом месте где у него есть права доступа к соответствующей директории и вот здесь я честно говоря просто без понятия вот идея еще могу понять там этот чё-то как-то объяснять причем здесь ищите пину видимо кто-то что-то создал потому что любой драйвер может создать соответственно в любой объект в любом месте где у него есть права доступа к соответствующей директории ну допустим там драйвера и устройство файловых систем вот у нас есть там допустим нтфс почему-то мне не может ее открыть странно почему вот там фат и все прочее ну фильтры фильтров только перед немного вот есть еще специальная такая директория называемого так вот тут как видим все объекты это символьные ссылки для того чтобы иметь какой-либо универсальный способ обращения к какому-либо объекту значит как правило это используется в подсистеме windows как видите допустим здесь вот дисплей они это символьные ссылки но соответствующие устройства видео устройства для того чтобы это как-то все иметь унифицированный способ то подсистема windows обращается к дисплей затем либо уникальный идентификатор либо номер а он уже перенаправляет на то устройство которое действительно является данным дисплеем ну так же здесь например те самые буквы буквы диска вот то что наш диск си двоеточие любимый это на самом деле девайс hard disk volume 2 на данном компьютере ну и другие также соответственно мапятся через hard disk volume 3 вот здесь что-то еще здесь диск f как девайс сидерон 0 соответствует то есть та самая mount таблица из linux она перекочевал опять-таки стала частью вот этого вот общего дерево унифицированного дерево объект а допустим эти самые окна графические здесь здесь интересный вопрос дело в том что объекты подсистемы windows они решили вынести в отдельный менеджер объектов подсистемы то есть не мешать его в общую кучу потому что может быть другие подсистемы они что надо да вот файлы здесь должны быть равно как и в эту реестр но почему-то эта программа мне их здесь не показывает может быть сейчас посмотрим может быть я запустил с недостаточными правами ну почему то вот не показывает хотя здесь реестр должен быть представлен точно так же как директория вот в этом вот под директории глобальной ключи регистра и дальше он должен продолжаться по своим ключиком ну ладно это как бы вот единство что от подсистемы windows сюда перекочевала это так называемый windows stations они являются вот такими объектами тоже в этом овощик менеджере а вот типы объектов о которых я вот только только что говорил типы объектов они тоже на самом деле как бы можно сказать что они нет они все-таки не являются объект сами не являются объектами они являются специальным понятием определяются тип объекта и вот они здесь все в табличке определены их также можно до добавить зарегистрировать свой тип в системе то есть это все расширяемые прозрачно вот этот списочек он нигде жестко не забит он динамически создается в ядре и любой драйвер может соответственно туда что-то добавить вот все о чем игру там эти символьные ссылки потоки таймеры тут вот куча всего просто разных вот типов объектов вот и драйверы директории это самое и устройство рабочий стол вот все вот это есть вот кстати говоря вот есть windows station есть десктоп а вот сами окна нет сами окна уже решили не делать их объектами потому что видим это слишком бы перегрузила систему ну и потом наверное по идеологии все таки окна наверное они думали что они не не являются разделяемым ресурсом окно как правило это то с чем работает там определенный процесс нету смысла их расшаривать между несколькими процессами за исключением каких-то редких случаев вот это что касается дерево объект можете посмотреть потом полазить далее вот что еще тут можно интересно найти ну дайте процесс explorer посмотрим все таки он такой фундаментальная программа которую многие видели вот вот в таком вот виде и и откроем должно быть это каким-то образом видно все вот а здесь список процессов построен иерархически даже несмотря на все то что я говорил здесь все-таки есть некоторая преемственность в плане того что несмотря на то что она не так активно используется как в юниксе но тем не менее вот она здесь есть мы видим что допустим у процесса smss exe первым там является системный процесс и здесь можно посмотреть различные данные о об этом процессе вот в расширенном виде все его показатели это вот виртуальная память физическая память сколько он занимает число открытых хэндлов хэндл еще есть графической подсистемы оконной подсистемы вот операции ввода вывода сколько этот процесс проработал в режиме ядра сколько он проработал в режиме пользователя всего ну графики тут есть дисковая сетевая активность его потоки как видим у него три потока ну и все прочее вот к вопросу который я говорил в начале если мы посмотрим в систем айдл процесс то мы увидим что у него два два потока которые занимают примерно 50 процентов времени каждого процессора ну соответственно по числу вычислительных ядер в системе в этом вот конкретно в этом компьютере здесь вот как видите стоит амд атлон какой-то там с двух ядерной вот поэтому тут и два соответственно два потока в хвостом процессе графики все рисуется вот далее что здесь еще есть интересного здесь можно посмотреть ваш как правило вот вот эту вот нижнюю часть много людей не включают и не знают о ее существовании она у нас говорит о том какие хэндлы открыты данным данным процессом вот допустим я включил выбрал процесс explorer и видим что он вот тут открыл ветвь реестр там вот у него есть хэндлы на некоторые файлы которые он использует вот здесь вот их можно увидеть тут достаточно много всего все вот это слева написан соответственно вот здесь вот написан тип этого объекта хэндл хэндл которого в данном случае открыт вот видите вот здесь файл вот здесь файл допустим здесь ключи реестра секция поток то есть вот все вот это вот о чем мы сейчас говорили в индустейшн все это здесь есть мы даже вот можем наглядно в этом убедиться мы даже вот можем наглядно в этом убедиться если я допустим запущу фар вот он здесь появился сразу вот здесь вот появился фар который я только что запустил он вот видим в таком виде использует достаточно мало имеет открытых хэндлов но если я сейчас в нем попробую попробую открыть файл любой какой нибудь там какой угодно то здесь вот я открыл файл и видите здесь вот появился файл вот этот вот который соответственно я открыл значит ему присвоился хэндл вот этот вот то есть все это процесс экспорта все это отображает динамически то есть вот видите допустим я сейчас вынесу вот он вот по нижней по нижней границе я его соответственно раз и он у нас красненьким отметился и удалился также соответственно можно открыть что-то еще если у меня тут что-нибудь еще есть какой-нибудь вот раз раз и мы увидим там с другого диска открылся вот он там какой-то d теплой rp . вот такие вот маленькие цифры стоп-с хэндл это потому что это локальные для процесса да? абсолютно верно хэндлы ассоциированы с процессом в момент передачи соответственно тогда от одного процесса к другому там каким-то образом все это переписывается но в данном случае да хэндл такой маленький потому что это все они локальны к процессу в данном случае есть специальная API функция называется то что как бы взять взять хэндл из одного процесса и передать в другой процесс честно говоря я не помню но по-моему в результате вот это вот число вот это число физическое число оно станет другое для другого процесса ну туда просто поместиться в табличку под другим индексом и соответственно ну это как бы все документировано поэтому не вызывает особых проблем вот когда вообще к к объекту можно обратиться двумя способами самый быстрый это через хэндл и это тот способ которым делается большинство обращений процессу но у объектов есть имена вот эти вот видите имена и соответственно обращение по имени также естественно допустимо собственно говоря ради этого и затевался весь этот точек менеджер но оно сами понимаете более длительное поэтому там где можно обращаются один раз открыв по имени и дальше уже работает через хэндл полученный так что здесь есть еще у нас интересного ну здесь соответственно можно было бы провести эксперимент но мы его сейчас не будем в цели безопасности провели но тем не менее здесь есть возможность завершить любой процесс и закрыть любой хэндл и в принципе можно было бы завершить вообще все процессы включая смсс и ксрсс и вин и нит и все 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 завершить кроме самого процесса explorer и при этом все равно у нас была бы возможность запустить новый процесс через вот такое вот окошко ну и соответственно каким то образом работать с системой несмотря на то что практически все процессы кроме системы кроме самой системы и кроме процесса explorer были бы завершены вот такая вот интересная штука ну это сами понимаете не совсем безопасно с точки зрения нештатной ситуации для винды поэтому может все сломаться и мне будет не на чем показывать лекции следующие далее можно посмотреть значит так называемый процесс монитор он пожил значит такое вот какое-то маленькое окошко которое показывает разные события происходящие в системе вот если увидите то здесь вот внизу написано по это показывает 57 тысяч из 200 тысяч событий все это обновляется в реальном времени вот если посмотрим здесь вот видно там экспортер икз там совершил операцию прочтение файла вот такого какого-то офис 14 зачем он это сделал мне вообще стоит стук гадать но тем не менее вот там программа ки из там открыла соответствующие ключи реестров вот опять эксплорер тут куча всего опять читает 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 какие-то файлы вот в реальном режиме можно отслеживать все то что делает любой процесс здесь что очень удобно здесь нужно включать фильтр который будет во-первых те события которые вы хотите отслеживать и те процессы которые вы хотите следить то есть хотите посмотреть как что делает ваша программа при запуске значит ставите сюда ограничения вот здесь вот там имя процесса указываете прямо имя вашей программы остальные убираете включаете фильтр и получаете полный отчет что происходит при запуске и работе вашей программы это такая на самом деле очень мощная штука и очень удобная для таких вот отслеживание всяких операций вот тут видите тут ксрсс тут работает с реестром там и многое многое всего то есть когда-то раньше когда защита программ была примитивная то вот это использовалось для того чтобы вычислить там как там программа считает там число оставшихся дней до того как ее бесплатная версия прекратит работу когда-то такое было сейчас сейчас такой наивняк уже не практикуется но вот когда-то такое бывало далее ну еще вот есть тоже схожий монитор это у нас монитор дисковых операций вот видите вот я запустил его и сейчас вдруг стало видно что происходит операция записи сектора 6 миллионов 833 тысяч 480 длиной 8 секторов ну пишет но не читает а нет а это имеет под собой вполне четко логическое обстановление зачем читать с диска когда у нас есть кэш это было бы вообще не логично если бы он только читал а вот записать никак записать надо скидывать постоянно чтобы в кэше не висела информация не записана то вот он что-то пишет ну а как бы с другой стороны да вот если стоит этот компьютер я вот от него отошел и ничего с ним не делал а он что-то вот пишет и пишет вот это уже другой вопрос откуда он берет то что ему хочется зачем писать но все-таки это не так часто вот если я отойду здесь видно тут всего лишь 72 операции было а по времени ну вот тут вот через 24 секунды после запуска да тут произошло там 17 операций ну в принципе 17 операций записи в секунду это почти ничего если бы я там начал сейчас допустим вот опять таки в фаре да я если сейчас его открою и попробую скопировать большой файл что он как моментально скопировался непонятно а он недостаточно большой вот раз допустим начинаю копировать большой файл и у нас вот уже пошли блоками по 2048 секторов раз пошло это я вот вот чтение запись чтение запись это я копирую с места на место наше видео нашей первой лекции вот а вот так вот оно отражается на физическом диске и здесь что можно производительность посмотреть вот это вот число ну конечно вам это плохо видно но это написано длительность записи в секундах вот здесь три три нолика после запятой и дальше уже значащая цифра ну вот так вот интересно сейчас где-то там тридцать пять процентов конечно за счет того что есть мониторинг возможно это медленнее происходит вот сейчас я отменил это копирование но тем не менее значит так ну в принципе наверное это все наиболее интересные утилит которые я пока что хотел показать остальные можете уже как бы из списочка тут а сами посмотреть вот я вам эти все слайды когда пришлю то вот отсюда вот вот по ссылочке скачайте они все прямо запакованы инсталлировать их не надо то есть что важно прямо распаковали и можно запускать вот как я сейчас вам показывал все будет работать ну на сегодня поэтому все всем спасибо за внимание 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 продажу мне よう